Вот, запись я запустил, так что можно разбирать эти вопросы и для своего развития, и для их мозгов развития. Итак, ну что, вообще то, что Славуния была женой Стребога, и то, что она занималась внутренними вопросами государства, социальными, отчасти даже в духовность немного лезла, пока мужа дома не было, и так далее. И, в принципе, они как бы были князем и княгиней всей Арийской империи на земле. Так и представлял, кстати. А Велес с его женой Дивой, это как премьер-министр и его, соответственно, жена. По сути дела, Дива, как и Славуния, занимались тоже разными социальными вопросами того, где каких нужно в школах, где каких больницах, где каких ещё чего-нибудь. Велес занимался или хозяйством, или войной со всякой нечистью иногда, ну и Стребог, за ним была главная власть. Саагаст принадлежал к более старой династии, которая теоретически считалась вообще самой главной на планете, но практически Саагаст не объявлял себя императором всей земли, а он только занимался своим государством Веденгородием, которое находилось как огромный остров внутри реки Припять. По размеру больше нынешнего Казахстана, он был где-то, наверное, и потом вся эта территория была убрана в духовный мир. Вот, собственно, как бы, что ты с этим хочешь делать, в какую сторону изучать и как. Вообще, хочется найти источники информации, по которым ты знаешь именно о именах Стребоги и Славуга. Потому что Азирис и Эзида есть источники египетских. Я согласен, но я всё-таки чуть-чуть не египтянин и украинец вообще-то. А в наших писаниях, например, в тех ведических текстах, которые сохраняются рахманской традицией, плюс даже в такой малюсенькой брошюрочке, как Велесова книга, даже там упоминаются именно такие имена. То есть можно... По Славуги нигде я чё-то не слышал. Ну, а ты Велесову книгу читал? Читал. Там есть разве? Ну да. А тогда вопрос, как ты её читал или в каком переводе ты её читал? Может быть, не как перевод, а по Пасову. Вот Пасову я читал. Ой, Боже, спаси, Господи, помилуй, ой, кошмарики, ужастики. Так Асов же, это же сказатель. Ну, серьёзно, я Асова уважаю, что он, допустим, на то время, когда никто не говорил, он начал писать статьи, потом он начал писать книги. Но начал он это писать именно в порядке изучения мифологии. И дальше, когда он начал уже брать какие-то тексты, которые как бы не общеизвестны, он начал их интерпретировать, исходя из своих предыдущих идей, концепций и так далее. Ну, и получается, что когда он взял уже переводить Велесову книгу, он это сам признаёт. Я тут не говорю чего-то того, что никому, кроме меня, не известно. Если посмотреть его интервью и почитать его предисловие, то понятно, то, как он скомпилировал текст Велесовой книги, не соответствует Велесовой книге. Он посчитал, что он таким путём как бы реконструирует то, как бы она на его взгляд должна была бы быть собрана. Но это, понимаешь, такое. Это ты тоже можешь взять и собрать на свой взгляд, а я на свой взгляд. А, не знаю, соседка какая-нибудь твоя на свой взгляд, почему бы нет. И каждый на свой взгляд, и тогда вообще о какой ему поиске, какой истины можно говорить, если каждый как ему хочется. Кто-то достойнее, кто-то совсем глючно всё это дело соберёт, склепает непонятно что, и будет, ну, собственно, вот то, что есть в его книгах. Мне вот понравился, кстати, даже больше перевод Гнатчука. О, о, это да. Это правда. Но я советую найти, заказать там или как, Галины Лоско. И, собственно, один мой знакомый даже заказал её книжку, купил её книжку. Потом взял, разорвал её, выкинул всё, что касается её перевода, и ходил и изучал уже именно сам старинный текст, который она даёт в конце. За что ей тоже огромная благодарность, что в конце она это дело даёт. Но вот перевод её там тоже, как бы, с чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Ну, это, по крайней мере, вот можно вот так уже взять и осмыслять, и понимать как перевод, с которым я могу соглашаться или спорить. А у Асова это свободная интерпретация, и всё. Это вот, не знаю, ты встречался с Библией для детей, издания «Свидетели Иеговы»? Что-то такое было, да, в детстве. Ну вот, так вот, есть Библия, которая Библия, ну, которая, собственно, Библия, которая также уже искажённая с Торы, которая также уже и греками переводилась, превращалась в Септуагинту, так называемый «Труд семидесяти толковников», и которую потом переводили и искажали при переводе на славянский язык. Но всё равно Библия, как бы, это некий тот стандарт, который, по крайней мере, сейчас есть. А вот книга «Библия для детей», снова, если мы поймаем её авторов и скажем, а вы чего-то здесь не упомянули, они, в принципе, могут сказать, ну, так это же для детей мы не ставили себе за задачу, это свободное изложение. То, что посчитали нужным, важным, поучительным, каким-то уместным, для того, чтобы не всякие библейские, во-первых, штуки детям вообще можно говорить по нынешним представлениям. Там, где отец дочерей насиловал, например, или где хам, непонятно, что сделал над своим отцом Ноем, что тот его аж проклял. Явно, если бы он просто на него посмотрел, то Ной, во-первых, бы и не узнал об этом, а во-вторых, бы, ну, за что проклинать? Ну, посмотрел, увидел голое тело старого отца. А что здесь такого может быть? А вот если он что-нибудь там над его телом или с его телом сделал, то уже тогда можно что-то предполагать не то. Это что, как бы, касается уместности Асовской Велесовой книги. Дальше, вот если говорить о текстах рахманской традиции, вот сейчас я тебе в контакт накидал ряд примеров текстов, с которыми я работаю. В оригинале? Ну, и в оригинале, и не в оригинале. Открой, и тогда, как бы, можно будет об этом тоже говорить. Ну, что? На Ау-Ар-Асии, да? Давай открой, и сейчас будем тогда говорить. Я же вижу. Вот, во-первых, открой первую посылку. Это, соответственно, такие вот штуки, где рунами ещё написано. Это на дощечках, наверное, на каких-то, да? Прямо ты разбираешь? Это да. Но, смотри, во-первых, чтобы здесь начать это всё изучать, ты видишь, как мне это пришлось выконтрастить, чтобы, собственно, ну, можно было дальше изучать. Поскольку, если брать цветные версии этих всех изображений, то там цвета бликают, всё это ни туда, ни сюда, и, короче, непонятно что. То есть, ты сначала фотографировал, и только потом разберёшь? Не всё. Давай сейчас вот конкретно с этими штуками вот так разберёмся. Это чтобы ты видел, как бы, все сложности данной проблематики. То есть, во-первых, стоит... Ну, некоторые тексты я могу и на глаз так предварительно для себя, как бы, перевести. А потом, если речь идёт, что просто я взял из них информацию, этим удовлетворился и пошёл дальше, то, как бы, и всё. Если речь идёт о том, что я для кого-то это перевожу, или для всех людей, или для кого-то отдельного, то, естественно, это нужно дальше обрабатывать и переводить со всеми доказательствами. То есть, ну, вот так для начала. Дальше можно пойти к следующим. Это уже набранные на компьютере шрифтом, собственно, тексты из летописи. Понятно, что если речь идёт о том, что мои союзники создают необходимые буквицы, которых в нынешних шрифтах нету, то на это уходят месяцы, а иногда и годы. И как бы, если какой-нибудь союзник временно теряется и занят работой и так далее, то процесс стоит. И его тоже вылавливать и прибивать нет смысла, потому что и так хорошо, что, по крайней мере, какую эту часть человек сделал. Но, как бы, всё равно процесс стоит, и нужно ждать его возвращения. Ты имеешь в виду, переводят, полагает? Нет, я имею в виду создание, собственно, буквиц в шрифтах. Ну, ты же понимаешь, что в современных шрифтах не все буквицы, которые были в древности, отображены. И если речь идёт о том, чтобы отображать все и 64 буквицы АУМ, АРАСИ и плюс дополнительные, то нужно, чтобы сначала они были отрисованы, добавлены в шрифт. При всех этих стадиях многократно идёт согласование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!